Всем большой привет, друзья! Меня зовут Наталья, вы на моем канале о вязании. Сегодня будем говорить о моих процессах. Немножечко я решила отдохнуть от текущих процессов и взяла процесс, который у меня немножечко был, так скажем, отложенный. На данный момент у меня в работе 4 процесса. Я сегодня вам хочу показать 2. 2. Один из процессов, самый первый, наверное, сейчас я вам покажу. Это процесс, который я вяжу потихоньку, не торопясь. Мне главное закончить его к холодам. Я вам показывала его в планах. Это джемпер для меня. И были вопросы по этому джемперу, поэтому сейчас о нем поговорим. Вяжу из пряжи контукки от Сиам или контуччи. Кто как называет, девочки, не знаю как правильно. Здесь у нас идет 60% мериносовая шерсть, 30% акрил, 10% вискоза в 50 граммах, 175 метров. И номер цвета 11. Решила его немножечко продвинуть, повязать, чтобы он немножко продвигался, не стоял на месте. Поэтому повязала один вечерок. И давайте покажу, что здесь у меня получается. Я вяжу джемпер на себя, на размер 44. Мастер-класс не снимаю, но если нужно будет, я уже говорила, могу снять просто потом вам видеоописание и рассказать подробно, что здесь, как я провязывала. Вот таким центральным узором я решила этот джемперочек украсить. Очень здорово получается. Полностью весь джемпер будет лицевой гладью, как уже говорила. Но для новичков повторю. Реглан сверху вниз лицевой гладью. Сверху горловинка оформлена резинкой один на один со скрещенной лицевой. И по центральной части, по передней, просто будет вывязан вот такой красивый узорчик. А что я довязала? Я довязала полностью реглан. Регланную линию вывязала, не помню. По-моему, сантиметров 20. Сейчас давайте измерю. Да, 20 сантиметров почти оно у меня получилось. Но я обычно для себя такую регланную линию вывязываю. И хорошо садится изделие по фигуре. Отсоединила рукавчики и начала вязать перед со спинкой. Все. Просто теперь буду вывязывать вниз. Выгонять длину. По ширине посмотрела. Меня все устраивает. Джемпер получится средний по ширине, наверное. И не в облипку, и не оверсайз. Вот что-то среднее. Как раз я такое и хотела. Такой джемперочек по ширине, чтобы получился. Буду носить зимой под пуховик. И хотелось, чтобы была некая свобода. Но в то же время, чтобы не был сильно широким. Рукава решила вязать просто по прямой. Не буду делать убавки. И будет тоже средней ширины. Вот сейчас тоже померила. Получается. Ну, где-то средняя ширина у меня рукавчика. Так и буду идти до манжета. И потом просто сделаю резкие сокращения. Мне такие варианты рукавов нравятся. Когда получается такой некий фонарик внизу. И небольшой спуск на манжет. Манжет зауженный. А вот сам рукавчик пошире. Такая форма рукавов мне очень нравится. А снова вопросы были по ростку. Девочки, здесь, конечно же, я вывязала росток. Это обязательное условие. Либо вяжу стандартный росток, либо азиатский. Здесь обычный росток я вывязала по рукавчикам. Заходя на переднюю часть. Росточек вывязан. И вот видно. Я сделала его небольшим. Не помню сейчас по разворотам. Схема у меня есть. Я говорю, если нужно будет. Я потом сниму видеоописание. И там расскажу, как вязала. По схеме также были просьбы рассказать, как вяжу. Поскольку я схему оставляла. Не знаю, видимо, не всем понятна она. И полную схему дать. Не знаю, то ли я в прошлый раз не всю схему смогла скриншот сделать. Сейчас постараюсь полностью всю схему вам здесь вставить. Если нужно, можете себе сделать скриншот, либо распечатать. И немножко объясню. Смотрите, у меня получается. Там в схеме, вот по левой стороне, идет вот такая вот дорожка ажурная. Я эту же дорожку просто с правой стороны повторила. То есть идет изнаночная петля, дальше три петли. Вот эта ажурная дорожка, которая слева сюда перенесла. Две изнаночные. Основной узор по центру. Две изнаночные. Ажурная дорожка. Изнаночная петля. Вот таким образом. То есть просто вот эту дорожку в зеркальном отражении сюда я переставила. Добавила. И вот так вот все получается симпатично. Надеюсь, что понятно. Сейчас объяснила вам. Также спрашивали, не тонкое ли получается полотно. Нет, абсолютно, девочки, не тонкое. Во-первых, эта пряжа тепленькая. Во-вторых, я хотела, чтобы это изделие было не грубым, а именно вот такой струящийся, легкий, но в то же время, опять же, теплый джемперок получился. И полотно получается у меня не тонкое. Еще после ВТО пряжа немножко распушится. И так уже пушок виден хорошо. После ВТО будет вообще все замечательно. Поэтому абсолютно не тонкое полотно. Все хорошо. Так, ну и по спицам я уже забыла, на каких вяжу. Давайте сейчас мы с вами посмотрим. Взяла, нашла только старую линеечку. Где-то у меня ребятишки опять затаскали. По-моему, 3,5. Вот я смотрю на спицах номер 3,5. В одну ниточку вяжу. Поэтому можно спокойно вязать в одну нить. И я думаю, что если в две нити, будет даже немножко грубоватый эффект. Но нужно вязать образцы, поскольку у нас у всех плотность вязания разная. И спицы можно подобрать разные. Тут уже, конечно же, если будете вязать с этой пряжей, вяжите образцы и смотрите, как вам больше понравится. Вообще пряжа просто потрясающая. Очень мне она нравится. Я с этой пряжей буду однозначно работать дальше. Она абсолютно не колючая. Вот еще отвечаю на один из вопросов. Совершенно не колючая. Можно вязать спокойно деткам. Даже, наверное, с рождения, поскольку колкости совершенно никакой нет. Очень классная пряжа. Ну, вот такой процесс повязала. Немножко отвела душу, как говорится. У меня сейчас получается в работе еще детский костюм. Там я штанишки вяжу. Следки мужу начала вязать. Один уже готов. Сегодня вам обязательно покажу. И детский комбинезон. Там тоже у меня есть продвижение. Но об этом будем говорить чуть позже в других влогах. Сегодня я вам покажу, где у меня есть действительно явные продвижения. Поскольку выходные занимались копкой картошки. Наконец-то мы осилили с нашей холодной и дождливой осенью. И кое-как мы смогли убрать картофель с поля. И вот я параллельно вечерами смогла провязать. Повязать вот этот джемпирог. И связать следок для мужа. Сейчас давайте вам покажу, что у меня получилось. Там тоже было много вопросов. И как после ВТО пряжа себя поведет. Две подписчицы написали, что пряжу уже такую тоже заказали. Очень интересно было посмотреть, что будет получаться. Давайте смотреть. И вот что у меня получилось. Вот такой следочек у меня готов. Я примерила на мужа. Очень хорошо сел по ноге. Следочек вязала на 43 размер. Получается связан на двух спицах. Без швов. То есть вот отсюда, вот с этой части, с резиночки пошла вязать. Потом тут поднимала петли. Добирала. И вот эта часть вывязывалась. Все-таки решила вязать я на спицах номер 3 в 4 нити. И в принципе мне нравится, как получилось. Сейчас давайте вот так покажу. Довольно такое плотненькое полотно. Но в то же время тепленькие 4 нити. Даже можно было, если совсем теплые хотите, в 5 нитей с этой пряжи вязать. Кто вот пряжу заказал, спрашивали. Можно и в 5 нитей вязать. По расходу тоже был вопрос. Я пока еще не знаю. Давайте посмотрим сейчас на один следочек. По пряже сейчас напомню. Так, 38 грамм, да? Получается у меня на один следочек ушло. То есть расход хороший. 80% козий пух, 15% полутонная овечья шерсть и 5% это акрил. То есть такой натуральный составчик. Вот она, эта пряжа. Я перемотала на 4 бобиночки по 50 грамм и вяжу. Получится, вот тут у меня сразу я уже понимаю, несколько пар следочков. Может быть сыну буду еще вязать. В подарок к Новому году, возможно. Кому-нибудь посмотрим. Ну, вот такая вот тоненькая ниточка. В 400 грамм, 2400 метров, насколько я помню. Во время стирки, хочу сказать, вот один следочек стирала. И вода вот от одного, да, следочка, была ярко такого рыжего насыщенного цвета. И во время вязания, пока вот я вязала в 4 сложения, такая, знаете, грубость ощущается. Прям вот грубость нити. То есть я так поняла, что тут идет такая довольно приличная обработка. И после того, как постирала следочек, это все смылось, вся обработка осталась только вот сама уже шерсть непосредственно, да. И получилось, что следочек теперь комфортный, мягенький у меня. Потому что муж, когда померил, когда он был готов, он говорит, что-то грубовато. Я говорю, ну давай дождемся, я сейчас постираю, мы посмотрим, что будет. И вот после стирки очень все комфортно, он очень доволен. Мягенькие, классные получились следки. А я еще здесь сверху обвязала крючком столбики без накида, чтобы более стабильное вот это место было. Здесь была просто у меня резиночка, чтобы не так сильно растягивалась. Вот теперь обвязочка сдерживает хорошо. И все нормально. Вот, вяжутся очень легко. На мой взгляд, одна из самых таких простых моделей следочков. Я раньше такие следки вязала, но давно уже не практиковала. И сейчас вот вспомнила. Тут способ самый, наверное, простой. По второму буду снимать мастер-класс, поскольку очень много было просьб. Я раньше вязала на пяти чулочных спицах, а сейчас уже связала именно на двух спицах. Здесь без, как уже сказала, без шва. Они просто вот одним полотном связаны. Убавочки. Убавки я делала, как в носках обычно я делаю. Также здесь у меня с наклоном вправо идут все убавки. И когда, по-моему, восемь петель на каждой спице оставалось, я закрыла иголочкой. Ну, вот такие вот мысочки мне очень нравятся. Аккуратные получаются и хорошо на ноге потом смотрятся, сидят. Ну, вот такие следки базовые. Тут уже не стало никакие узоры, ничего я вводить. Мне кажется, для мужчин самый такой оптимальный, простой вариант. Поэтому будет скоро мастер-класс. И кто хотел, вместе со мной будете вязать. Ну, вот такая работа. Очень мне понравилась эта пряжа. Оставлю еще раз внизу ссылочку на обзор посылочки, где я заказывала пряжу. Можете пройти, посмотреть. И, возможно, кому-то тоже понравится, захотите заказать. На Вайлберис заказывала. Очень теплые будут, поскольку тут большой состав козьего пуха. Будут очень теплые следки. Вот на зиму для нашей Сибири вообще просто красота. Муж уже заказал несколько пар. Я говорю, ну, давай сначала одним и сейчас свяжем, посмотрим. И дальше уже. Ну, возможно, какую-нибудь другую модельку буду вязать. У меня еще темная есть пряжа. Тоже натуральная. В том же магазине заказывала. Может быть, даже скомбинирую. Надо будет экспериментировать, смотреть. И, возможно, даже какие-нибудь узорчики в следующей модельке добавлю. Ну, пары три, наверное, придется ему связать. Следки летят у него, горят на нем. Просто вот, ну, как на всех мужчинах, наверное, это вот такое дело. Да, каждый год приходится свеженькие подвязывать. Ну, все, девочки. Все вам рассказала. Все показала. Все свои новости пока на сегодня. В ближайшее время, конечно же, с вами встретимся. Покажу дальше. Следующие процессы мои продвижения. Огромное спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока-пока.